Начинаем пресс-конференцию, посвященную образовательному форуму 2016, который пройдет в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. Подробнее о нем расскажут наши спикеры. Это Эдуард Рубин, временно исполняющий обязанности ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники. Здравствуйте. Елена Рофе-Бекетова, организатор, представитель благотворительного фонда «Харьков с тобой». Юлия Повиченко, директор лицея «Мир» и Наталья Яковлева, представитель благотворительного фонда «Харьков с тобой». Здравствуйте. Юлия Повиченко, пожалуйста, вам слово. Расскажите подробнее о том, что будет происходить на форуме. Добрый день. Мы получили приглашение от гражданской платформы «Новоокраина». принять участие в большом марафоне, который называется «Образовательный форум-2016». И, разумеется, подхватили этот интересный проект, эту интересную идею для того, чтобы объединить всех стейкхолдеров образования и обсудить сегодняшнюю реформу образования, поговорить о будущем образовании Украины. Это на моей памяти, как человека, работающего уже больше 20 лет в образовании, впервые происходит такой прецедент, когда в одно время, в одном месте собираются люди, представляющие власть, представляющие бизнес, представляющие высшее образование, среднее образование, внешкольное образование. То есть всех стейкхолдеров образования есть возможность поговорить, выяснить о том, кто сегодня является заказчиком-исполнителем образования, кто должен быть заказчиком-исполнителем образования, какие должны быть между ними установлены связи и взаимодействия для того, чтобы образование было эффективным. Потому что сегодня в образовательной среде проходит достаточно много каких-то семинаров, конференций, организаций. Они решают точечные задачи. Как провести красивый урок, как использовать информационно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательном процессе, даже как привлечь инвестиции международные в образование. Но никто не дает ответа на вопрос, чтобы что. Каким должно быть образование и для чего, собственно говоря, прилагать усилия для того, чтобы делать какие-то реформы здесь, на местах. Вот наш форум и ставит перед собой задачи поиска ответа на вопрос, зачем. И отсюда вытекает вопрос, кого образовывать и каким образом образовывать. Для того, чтобы наш форум был содержательным, мы пригласили очень интересных спикеров. Как я уже сказала, это люди из науки, люди из бизнеса, люди из высшей школы, средней школы, издатели образовательной литературы, учебной литературы. Одним из спикеров у нас будет гость из Киева. Это Георгий Арвеладзе, бывший министр экономики Грузии, экс-глава администрации президента Грузии. Он входил в команду реформаторов Михаила Саакашвили, когда осуществлялись в Грузии реформы, в том числе реформы образования. Сегодня Георгий Арвеладзе является основателем первого американского университета в Украине и готовы обсудить на нашем форуме вопросы, почему именно американская модель высшего образования выбрана именно для такого вуза инновационного, реформаторского, что сегодня в целом мешает реформам Украины эффективно двигаться вперед. Поговорим о том, что делать с главным врагом образования – это коррупции. Спасибо большое, Эдуард Ефимович. Пожалуйста, расскажите, почему именно Ваш университет выбрали для проведения форума и что делается в вузе сейчас для того, чтобы соответствовать современным требованиям образования? Когда мы говорим о реформах, мы должны понимать, что реформа в стране. Мы должны понимать, что реформы в стране должны начинаться с реформы образования. Если мы не изменим нашу систему образования, то в стране не будет ни кадра в будущем, не будет развития страны. Поэтому этот форум очень важен сегодня для нашей страны. У нас сегодня принят закон про высшую освиту. Он уже работает полтора года. Сейчас готовится закон про освиту. В принципе, нужно было, наверное, наоборот начинать. Нужно было сначала закон про освиту, а потом уже закон про высшую освиту, про среднюю освиту и другие. Высшее образование для нашей страны является очень-очень важным, потому что мы должны понимать, кого мы выпускаем, каких специалистов. То ли мы выпускаем специалистов, которые будут работать на развитии нашей страны, то ли мы будем выпускать людей, которые покупают просто дипломы. В чем проблема сегодняшнего высшего образования? Вообще всего образования. Это проблема патернализма. Проблема, когда вся структура образования построена таким образом, что пока не скажет руководитель, никто ничего не может сделать. Все люди боятся чего-то самостоятельно сделать, потому что будет наказание. Эта проблема идет еще с советских времен. Когда пока не скажет генеральный секретарь, первый секретарь не сделает, второй секретарь не сделает, секретарь обкома не сделает, тройкома не сделает. Ну и, соответственно, все это идет вниз, такая вертикаль, вертикаль патернализма. Нам ее нужно рушить, нужно изменять ее. Закон про высшего освита, он, в принципе, дает такую возможность. А именно, это финансовая автономия вузов. Финансовая автономия вузов должна позволить вузам самостоятельно определять, кого учить, как учить, какие нужны специалисты, и как должно развиваться направление. Потому что ученые, которые находятся в вузах, преподаватели, они видят, работая вместе с бизнесом, понимают, что завтра нужно нашей стране и куда нужно двигаться в вузу. Мы решили начать такой процесс у нас в вузе, а именно начать внедрять финансовую автономию университета. Что она подразумевает? Она подразумевает финансовую автономию кафедр и факультетов. Потому что и в соответствии с законом про высшего освита кафедра и факультеты являются основой высшего образования. То есть не ректор и проректора, а именно кафедра и факультеты. Ректор, проректора, главы департаментов являются сервисами. Должны быть сервисами для кафедр и деканов. А именно, мы хотим произвести, выпускать таких-то специалистов. Прекрасно. Мы хотим делать какие-то научные разработки. Прекрасно. Что вам для этого нужно? Вот мы вам все организуем. Все учебный процесс, научный процесс. Мы будем делать презентацию, мы делаем рот-шоу за границу, чтобы наши научные труды можно было там внедрять. Система финансирования, финансовая система любого университета построена. Есть главные бухгалтеры, которые в принципе далеки от таких бизнес-структур крупных корпораций, когда есть кост-центр, профит-центр, и когда каждая кафедра понимает, сколько денег у нее должно быть. Потому что, ну, не умели наши бухгалтера, советские, скажем, которые сейчас, каким-то образом расставляются. Все было понятно. Спустили бюджет, распределили. Ректор говорит, так, ты хороший, тебе дам больше денег, ты плохой, я тебе денег не дам, пока ты не будешь голосовать за меня, или пока не будешь выполнять те приказы, которые я выполняю. То, что мы сегодня хотим внедрить, это каждый факультет, каждая кафедра, каждое структурное подразделение университета будет понимать, сколько средств у них есть. То есть они могут сами будет определять, какие будут зарплаты, какие будут премии, сколько они могут купить оборудования, потому что у них есть бюджет. Они его сами будут распределять у себя. Но чтобы это не было, что за кафедрой и декан тоже определять, кто сколько получит, это существует система рейтингования, которая в принципе, она существует, но она существует у нас в основном так, есть рейтинги международные, потом есть постановление Кабмина, Минвуза о том, какие должны быть рейтинги, ну и определяется у нас, ага, все, нормально. В нашем вузе эти рейтинги считались, но они были как раз в году подводились итоги. Раз в году. А что мы делаем в течение года? То есть мы раз в году понимаем, что мы сделали правильно или неправильно. А нужно нам оперативное управление, оперативное управление понимания того, что у нас в этом месяце, куда нам нужно направить завтра, и должна быть такая быстрая работа, ориентация и того же завкафедры, когда мы понимаем, ага, студентов нет, или какие-то процессы идут, нужно их срочно менять. Поэтому мы сейчас разрабатываем систему рейтингов, которая будет постоянно доходить до каждого преподавателя, каждого профессора, каждого ученого. От чего будут зависеть доходы профессора, преподавателя? От того, сколько у него студентов к нему ходит, от того, как студенты нравятся студентам или не нравятся ходить к нему, к этому преподавателю на занятия, сколько он научных работ сделал, сколько статей в скопусе произвел, сколько у него аспирантов, сколько у него докторантов и так далее. То есть целая система. И тогда будет понятно, ага, преподаватели знают, сколько он может заработать. Если он напишет больше статьи, у него будет больше премии, потому что она записана в бюджете. Если мы говорим о том, кафедры дальше, соревнуются кафедры между собой, они понимают, почему у нас мало аспирантов, почему у нас мало докторов наук, почему вы плохо работаете. И тут уже коллективная ответственность кафедры говорит, так, ребята, давайте же начнем все-таки работать, потому что мы в нашем рейтинге кафедры как-то отстаем от других кафедр. Соответственно, это переходит дальше на ВУЗ. ВУЗ уже должен выйти в передовые, потому что у него рейтинги, все работают на создание этих рейтингов. И дальше международные рейтинги. В принципе, у меня стоит задача ввести наш ВУЗ в один из лидеров украинских ВУЗов, но и подняться где-нибудь хотя бы в 300 лучших университетов мира. Я не вижу здесь проблемы, я вижу здесь возможность, которую мы сегодня имеем. И она же будет, вся эта система будет борьба с коррупцией. Спасибо большое. Давайте просто сейчас пройдемся в общем и к вопросам перейдем. А для вопроса заберем, я понял. Все в порядке. Елена, пожалуйста, Вам слово. Расскажите со своей стороны о форуме, а вообще об этой теме. Добрый день. На нашем форуме одна из частей форума будет называться «Мировое кафе». Это относительно новая форма общения, форма совместной работы. В двух словах, буквально, это возможность большому количеству людей, мы рассчитываем, что на «Мировом кафе» будет более 100 человек, сформулировать, обсудить сразу несколько тем за различными столами. В течение каждых 15 минут будут меняться темы, будут меняться столы, с тем, чтобы в результате, чтобы результатом стало зафиксированные рекомендации, зафиксированные решения, по сути, такого большого мозгового штурма человеческого, которые затем будут представлены, могут быть представлены, вместе с другими результатами форума, на заседании Верховной Рады представлена Комиссия, Временной Комиссии о будущем. Одна из тем «Мирового кафе», которую я хотела бы затронуть, которая меня лично беспокоит, частично озвучена уже Эдуардом Ефимовичем, и, скажем так, это обратная сторона озвученной темы – патернализм. С одной стороны, получилось так, что учителя-преподаватели малоинициативные, мы понимаем, почему, скажем так, уже объяснено, да? С другой стороны, не только малоинициативные, но и легко поддающиеся требованиям высшего руководства, то есть становятся так называемым административным ресурсом. С одной стороны, опять же, там большинство прогрессивных, да, скажем так, людей прогрессивно настроенных очень пеняют этим, ругают, говорят, как же так, как вы можете, но с другой стороны, мало кто, собственно, заинтересован вопросом, почему учителя вынуждены выполнять требования, которые, возможно, в каких-то случаях идут в разрез с их личным мнением. Вот это понимание, почему происходит, как можно разорвать эту связь, я считаю, это одна из важных тем, которая должна быть затронута, в частности, на мировом кафе. И еще два слова. Мировое кафе будет подразумевать несколько глубин, так сказать, обсуждения. Это тема личности, тема образования и бизнес, тема образования в стране и тема образования в мире. И вот как раз тема образования и бизнеса я с удовольствием передаю слово Наталье Яковлевой. У меня такая тяжелая панель, панель номер два. Юлия говорила, что мы хотим позвать всех стейкхолдеров. И, наверное, очень многие из вас заметили, что за последние лет 15-20 наглухо разорвалось взаимоотношение между теми вузами, которые готовят студентов, и теми, кто их должен себе приобретать, потреблять, их должен принимать себе, в том числе и бизнес. Сегодня, буквально, когда я шла на пресс-конференцию, я прозванила всех моих клиентов, а так случилось, что последние 20 лет я занимаюсь поиском, подбором персонала, я говорила, вот у вас там такое-то предприятие. Когда последний раз вы брали студента из такого-то вуза, и были ли вы довольны тем качеством знаний, которое вам давал на выходе студент? Ну, ничего хорошего я за это время не услышала. Параллельно мы сделали опрос, ну, вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, кто из вас закончил и работает по первому образованию? В целом, у нас не больше 20-25%, ну, где-то 30% по сложным специальностям, где, ну, очень маленькая. И вот та часть, которую мы хотим активизировать, мы хотим показать вузам, что бизнес хочет и просит иметь студентов. Бизнес заинтересован в налаживании коммуникации, потому что 5 лет знаний – это сложно и много. Невозможно за один час выучить переводчика, невозможно за один день человека научить, чтобы он был качественным провизором, потому что это высшее образование. За один день не получается инженер. А связка разорвана. Ну, в мире эту связку называют социальный лифт. И вот об этом мы будем говорить, и вот эта тема вызвала живейший интерес у бизнеса Харькова. Вот могу сказать так, спикеров уже больше, чем количество мест, которое мы им можем предоставить. Потому что это актуально, это очень важно. Нельзя стать прогрессивной и продвинутой компанией, если у тебя нет прогрессивного и продвинутого и образованного персонала. Спасибо. Да, перейдем к вопросам. Добрый день. Русин Игорь, информационный институт Киошей. Какой, какой? Киошей. Не буду пухать, крымские новости. Вопрос к Эдуарду Ефимовичу. Вопрос по рейтингам. Как с ними быть, когда есть в каждом университете техническом профильные кафедры, то есть кафедры, которые занимаются спецподготовкой студентов, и есть кафедры, ну, назовем их кафедры общего образования, то есть сопромат, начерталка и так далее. Как быть с кафедрами общего образования? У них рейтинг изначально был, все посещают. Нет инженера без сопромата. Смотрите, я не вижу вообще никаких проблем. Ну, первое, у нас работает рабочая группа изученных, преподавателей, которые разрабатывают сейчас эти рейтинги. Но есть критерии для выпускающих кафедр, которые, как вы называете, есть критерии для кафедр общего характера. Это высшая математика, как вы говорите, сформат и так далее. И просто у них будут немножко другие показатели. Вот и все. И по этим показателям точно так же будут работать. Да, у них, например, может быть, по сопромату там сильно не выпустишь новую научную работу, но это не принципиально. Это не принципиально, просто другой рейтинг, и они точно так же соревнуются. Я, кстати, вот опять же вернусь к теме отношения высшее образование и бизнес. Одна из серьезных составляющих во всех зарубежных вузах, это то, за какой период, какой процент студентам находит работа по специальности. Обычно цифра на уровне 90%. Понятно, да? То есть они не смотрят на образование, как на 5 лет где-то там посидеть. Они смотрят на образование, как лестницу, которая ведет их к рабочему, профессиональному, к работе. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Скажите, а известна ли вам статистика того, какой процент выпустившихся из вузов работает по специальности? Наташа сказала уже. Да, я, может быть, пропустил. Две цифры ходят. Одна цифра 25%, вторая цифра 30%. Но цифры очень разнятся от периода выпуска. Одно дело, когда мне 45 лет, и я не работаю как инженер-механик, исследователь. То есть у меня такое тройное образование. Другое дело, когда люди выпускаются сейчас, самая высокая зависимость, высокая позитивная, это у инженерной специальности, у айтишников. Потому что здесь, как правило, с курса третьего они начинают уже работать. И сейчас еще повысилась вот эта вот процент выпуска, это языки. Вот переводчики, менеджеры ВЭД, они очень редко уходят в другой области. Ну, по крайней мере, знание языка – это то знание, которое долго нарабатывается. Вот они стараются… И это хорошо. Это огромный плюс для Харькова, потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что образование – это международная вещь. Но не бывает науки без знаний языка. И вот мне очень непонятно, объявленный 2016 год, годом английского в Украине, он как? Чем он подкреплен? Он как? Он как-то. Он как-то. С огромным количеством бумаг, которые спускают, да, на школы, какие мероприятия, заходы, майя. И где? Он как. У свиток, у свиток, відпроведенных заходів. Это уже другой вопрос. И два слова, можно? Да, да, конечно, да. А в английском? Да, пожалуйста. Дополнить Наталью. Еще одна из тем, которую мы хотим поднять на форуме, и для этого приглашена будет выступать Елена Горошко, это тема гуманитарного образования. Причем тема оказалась настолько… Тяжелая. Да, тяжелая, потому что даже среди оргкомитета противоречивые взгляды оказались на необходимость гуманитарного образования или глубину его и так далее. То есть у нас получается… То есть у нас получается… О чем мы спорили? Кто же является на самом деле заказчиком у гуманитарного образования? Государственного. Это ваше мнение, товарищ из зала. Это наша знаменитая Ирина Маркевич. И вот этот вопрос будет обязательно дискутироваться с точки зрения… Он был неуслышан, потому что не был сказан в микрофоне. Кто является заказчиком государственного образования? Не вы, я говорю из зала. Из зала сказали, что заказчиком для гуманитарного образования является государство. Мы уже начали дискуссию, которую мы хотим провести на форуме. На форуме, на форуме, да. Этот ответ дала профессиональный филолог, профессиональный психолог, то есть человек, который разбирается в этом вопросе, и Ирина Маркевич. И, собственно говоря, это и послужило действительно… А человек, который ближе к бизнесу находится, категорически был против. Поэтому давайте обсудим, в частности, на фоне того, что действительно взлетела необходимость в айтишниках, в первую очередь, наверное, в программистах, инженерах. А что делать с гуманитарным образованием? То есть надо понимать, что это образование тоже нужно, так кто же и за какие средства, и каким образом будет поддерживать, и как это должно быть поддержано на государственном уровне. Я хочу, извините, да, хочу позволить себе короткий комментарий. Представьте себе, какой будет горячий и живой форум, если мы уже давно общаясь, да, до сих пор еще спорим, еще ищем какие-то идеи, какие-то общие подходы к одним и тем же проблемам, к одним и тем же задачам. В этой связи у меня вопрос по поводу гуманитарного образования. Есть ряд специальностей, которые, мы это часто обсуждаем в нашем кругу, допустим, те же журналисты. В последнее время есть ощущение, что нет необходимости пять лет человека обучать этой специальности. И таких специальностей много. Что вы вообще думаете по поводу изменения срока пребывания студентов в ВУЗе? Ну, технические ВУЗы, допустим, понятны. Не, не, можно ли я ответить? А когда я проходила обучение по так называемому образовательному консалтингу, Женечка, я отвечаю, когда я проходила обучение по образовательному консалтингу, для меня было страшное потрясение узнать, что в мире бакалавр, это, кажется, законченное высшее. У нас это вот так. Поэтому, наверное, чего-то понимают ведущие образовательные школы, что иногда и три года вполне достаточно. Может быть, есть смысл обратиться к мировому опыту и посмотреть, а сколько лет у них учат журналисты? Я, например, не знаю. Сколько лет учат инженера по такой-то, по такой-то специальности? Потому что, я еще раз повторю мой тезис, наука – вещь интернациональная. Я бы хотел еще добавить, вот сейчас мы вчера были на лекции, сегодня у нас здесь есть Владимир Бриллер, который, наш харьковчанин, который сейчас в университете Пратт, в частном университете в Америке работает. Он рассказывал об этой системе. Вот университеты в Америке, они все учат пять предметов. Пять предметов, но хорошо учат. Понимаете? А когда мы должны учить там 15 предметов, то что может человек выучить? Он ни то не выучит, ни другое, потому что времени у человека нет. То есть смотря, кого мы хотим получить. Мы хотим получить специалиста, то вот ему нужны вот эти специальности, специальные предметы. Если мы хотим получить разносторонне развитого человека, ну, наверное, можно 15. Но при этом он не будет дать ни того, ни другого. У меня комментарий. Пожалуйста. Будет, я смотрю, очень интересно. Марта, надо приходить. Кому вы слово дали? Да, ну, пожалуйста, давайте вы. Окей, да. Спасибо. Честно говоря, я вот прокомментирую, Эдуард, ваши слова. Мне показалось, что про пять предметов было сказано пять предметов в год, а не за все время обучения. Нет, в год, да. В семестр, я бы добавила. Да, да, да. Но это не значит, что вообще за все время обучения студент проходит пять предметов. А сколько у нас сейчас? Вот вы учите предметов. Много. Вот, да. И я позволю себе вот что сказать, что все-таки человек должен быть достаточно разносторонне развитым. Это я тоже, наверное, то ли спорю, то ли дополняю слова Эдуарда. И для того, чтобы быть в частности хорошим журналистом, я думаю, что вы согласитесь, что должен быть хороший фундамент знаний, общий мировых, общих вообще знаний. То есть для того, чтобы быть специалистом в какой-то одной теме, мало быть, знать исключительно эту тему. Надо понимать ее взаимосвязь этой темы с другими темами и вопросами, и знать предысторию, и знать, опять же, фундаментальные понимания. И, скажем так, технически, ну вот там, когда я училась, да, или более того, я имею десятилетний опыт преподавания в УЗИ в 90-е годы, все-таки первые два года отводятся в инженерных, допустим, да, специальностях обучению математики, к примеру, как базовой науке. Мы сначала изучаем высшую математику, а затем берем именно те моменты, которые наиболее важны, именно, там, допустим, для айтишников, программистов, или конкретно для инженеров, или, там, для статистики, или для социологии. Тем не менее, базис должен быть точно так же и в вопросе с инженерами, простите, с журналистами. Ну, я понимаю, это ясно. Система высшего образования, которая родом, простите, еще из сталинской эпохи. И мы по-прежнему продолжаем, уже эпоха изменилась, а эту структуру мы продолжаем дальше нести уже много-много лет. Сейчас спасибо новому закону о высшей школе и новым задачам, да, и стандартам высшего образования можно что-то менять. Вопрос снова для форума, как это делать, что пробуксовывает, что мешает, где есть ресурсы для эффективного реформирования этой задачи. И каково место среднего образования в этой цепочке образования в течение жизни. Потому что, если высшее образование в контексте государства, бизнеса является исполнителем, а бизнес и государство заказчиком, то в цепочке в этой высшее образование является заказчиком для средней школы. И это тоже вопросы, которые мы будем затрагивать на форуме и приглашаем к этой дискуссии. Есть ли вопросы еще? Давайте, пожалуйста, тогда фактическую информацию. Где, когда? Итак, фактическая информация о проведении форума. Это будет Хире. Это будет 2 марта. Регистрация начинается в 12 часов 30 минут. Я очень надеюсь, до 7 часов вечера нас оттуда никто не выпустит. Да, товарищ Эдуард Ефимович? Мы надеемся, что это будет мероприятие, рассчитанное на 200-300 человек, на чем наша надежда обоснована, потому что уже сейчас зарегистрировалось 170, по-моему, даже больше. А вы понимаете, что харьковчанина заставить зарегистрироваться, это стараться надо. Это надо Саакашвили привезти. Ну вот именно, да. Мы везем армеладзе. Сейчас, да, 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 то есть у вас должно прийти подтверждение. Дальше у нас будет формат свободного микрофона и диалоговый, и именно на этом мы ставим большой упор, потому что, ну, замечательно, что мы знаем проблемы. Нас же интересует, чтобы нам были еще сгенерированы решения. И мы очень надеемся, что придут именно те, кто принимает решения. Потому что вот сейчас вот очень, Юлия правильно озвучила, а кто является заказчиком среднего образования? Зачем 11 лет? 12. 12 лет дети ходят в школу. Куда эти знания, куда этот вклад идет? Вы уже сейчас обращайтесь снова к дискуссии. Окей. Давайте дискуссию оставим все-таки на 2 марта. И еще два слова по поводу форума в Киеве и во Львове. Они взаимосвязаны ведь? Да, я отвечу на этот вопрос. У нас идея и состоит именно в консолидации на уровне всей страны, всей образовательной мысли. Поэтому форум одновременно проходит в трех городах – Львов, Киев, Харьков. Результаты форума и там, и там, и там будут объединены в некий общий документ, который, как сказала Елена, будет потом представлен в Верховной Раде и в публичное обсуждение в интернете. И в рамках нашего и Киевского форума предполагается прямое включение, онлайн-включение в рамках дискуссионной панели о будущем образовании Украины. И последний вопрос, наверное, к каждому из вас. Видите ли вы сейчас реальные возможности для модернизации образования в стране? Потому что собраться, поговорить – это класс, это важно, нужно, там, наметить какие-то пункты. Но как их воплотить? Возможно ли это сейчас? Ваш вопрос о воплощении изменений, да? Возможно ли сейчас воплотить? Есть ли сейчас возможность? Я готова ответить на этот вопрос. Или вы каждому? Тут, я думаю, вопрос к каждому. Давайте с вас начнем. Да. Мы, люди, которые здесь сегодня собрались, они уже воплощают. Я представляю частный лицей мир, в котором мы делаем то, что мы хотим сегодня до всех донести и рассказать, что это можно, это нужно и это получается, и это работает. Эдуард Ефимович представляет ВУЗ, который уже сегодня работает, уже сегодня реформирует. И мы практики, и мы хотим представить свой опыт и рассказать всем остальным, ребята, давайте делать. Можно делать так, так, так и так. Сейчас я от лица бизнеса выступлю. Когда в 2014 году зимой, вернее, 1-2 марта, когда здесь, ай-яй-яй, что было, мы приняли решение, что мы развиваем международные обменные программы, нас крутили пальцы, мы виска с комментариями, вы чего? Сейчас Харьков по итогам прошлого года занял первое место по количеству стажеров зарубежных по обучению. Все поехали, выучили и вернулись. Кроме этого, Харьков занял, вернее, второе место по Украине по количеству иностранных экспертов, приглашенных работать в нашем городе. То есть мы практики, поэтому мы хотим этот форум. Да, Эдуард Ефимович? Абсолютно верно. Да, Елена Руф, пожалуйста. Я хотела продолжить Юлю и теперь Наталью. Юля про себя и Эдуарда Ефимовича сказала, как представители образовательной системы среднее и высшее образование. Наталья высказалась как бизнес. Я в настоящий момент представляю благотворительный фонд и хочу сказать, что как общественная организация, наш фонд, допустим, делает достаточно многое. Мы стараемся поддерживать образовательные реформы, образовательные действия. Например, в прошлом году проводили проект среди молодежи, среди студентов по конкурс программ. В этом году мы предполагаем в апреле, и будет у нас еще отдельная пресс-конференция, провести музыкальный мюзик-кэмп, это для детей образовательные программы и так далее. То есть я хочу сказать, что и общественность тоже настроена и готова работать и поддерживать по мере возможности действия активных осветян. Я хотел бы сказать таким образом, сейчас очень многие задают вопрос, а что у нас в стране изменилось? Вот прошла одна революция, вторая, что у нас изменилось? Я отвечаю, а что ты сделал, чтобы изменилось? Поэтому, когда начинают говорить, что надо что-то менять, то надо просто брать и менять. Я, например, не вижу проблем. Я, зайдя в свое время в колледж, поменял систему, где у нас даже не система, просто начали работать, и колледж стал одним из лучших в Харькове, как минимум. Сегодня в университете я просто вижу возможности законодательные, все, которые можно изменить и сделать лучший университет. Другое дело, что в университете больше сопротивление старой системы, но она нормально проходится. И, что очень важно, я уверен, что люди слышат, я уверен, что люди хотят эти изменения. Поэтому не хотят изменения какая-то верхушка, которая старается оставить себе потоки или что-то еще, но это все меняется и ломается. Спасибо вам большое за то, что рассказали, и до встречи 2 марта на форуме.